В четверг прошло очередное заседание областного правительства. На его повестке стояли два блока вопросов. Первый из них касался исполнения регионального бюджета. Окончательно были подведены итоги прошлого года. Нам удалось не только обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к уровню 2016 года на 104,3%. В областной бюджет поступило на 1,618,3 миллиона рублей больше, но и выполнить все социальные обязательства перед населением нашего региона в полном объеме. Еще одним важным достижением прошлого года стало участие Ульяновской области в программе реструктуризации долгов. Ее инициировал президент страны Владимир Путин. Коммерческие кредиты заменялись бюджетными. В результате предпринятых мер банковские кредиты сократились более чем вдвое. А экономическая эффективность составила 700 миллионов рублей. Министерство финансов отчитало за проделанную работу в первом квартале 2018 года. В областной бюджет налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 10,3 миллиарда рублей. Плановые назначения были выполнены на 100,9% или в бюджет дополнительно поступило 91,7 миллиона рублей. Темп роста составил 109,2% или поступления увеличились на 868,3 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными источниками дохода традиционно стали налог на прибыль, акцизы и НДФЛ. Бюджет реализовывался в сложных условиях. Поэтому председатель правительства Александр Смекалин дал поручение на второй квартал года. Большая просьба. Те задачи, которые мы ставили по оплате работ подрядчиков, которые очень часто, вплоть до того, что выходили на различные площадки и говорили нам, что за работой затягиваем платежи, мы должны уже войти в то русло, которое должно быть. Второй блок вопросов был посвящен выполнению поручений, которые давал президент России Владимир Путин. Глава страны рекомендовал регионам разработать программу развития сельскохозяйственной кооперации. Такая программа уже успешно действует в Ульяновской области с 2009 года. Достигнуты следующие результаты. Создано 70 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создано около 400 новых рабочих мест, обеспеченные занятости 9 тысяч сельских граждан, более чем вдвое выросло поголовье скота в хозяйствах дохода населения, также обслуживаем сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Еще одно поручение касалось выполнения 12 целевых моделей, направленных на улучшение делового климата в регионах. Среди них значится поддержка малого и среднего предпринимательства, подключение к коммунальным сетям, постановка на кадастровый учет земельной собственности и ряд других показателей. Проектным офисом по реализации этих моделей руководит лично премьер-министр Александр Смекалин. По результатам последнего ввода текущих значений по показателям в системе регион-айди, проводимого в период с 10 по 20 апреля, эти сроки установлены нормативно, совокупное выполнение показателей 12 дорожных карт на территории Львовской области составило уже 74%. То есть за два месяца нашей совместной работы мы смогли улучшить общий показатель на 32%. Результаты выполнения поручения в ближайшее время будут переданы в администрацию президента России. Егор Дстов, Константин Никитин, Новости дня, Ульяновская правда.